Саш, я что-то совсем не выспалась. Можно я немножечко еще подремлю, пока едем? Лен, а куда мы поедем-то? Дону. А, ок. Лен, присыпайся, мы приехали. Куда? Как куда? В Дубну. Какую Дубну? Мы же в аэропорт, нет разве? В Дубае. Сегодня мы прибыли в город Дубна. Этот город единственный, который располагается в Московской области на реке Волги. Помимо этого, с 2001 года Дубна – это наукоград, как и Жуковский, откуда мы прибыли. Еще про этот город хочется сказать, что он является крупнейшим центром ядерной физики. Ну и раз мы оказались здесь, передаем привет нашему другу Евгению, который регулярно смотрит наше видео, комментирует и не остается равнодушным перед нашими путешествиями. Субтитры создавал DimaTorzok В Дубне находится самый высокий стул в мире, его высота 9,5 метров. Он занесен в Книгу рекордов России. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся около памятника самолету Ил-2. Он здесь был установлен в 2008 году. Он собран из нескольких частей, но основная его часть – это самолет, разбившийся 22 июня 1943 года около аэродрома Барки. Субтитры создавал DimaTorzok Прогуливаемся по Дубне. Сегодня здесь очень жарко. Везде асфальт. Вот нашли парк, чтобы немножко освежиться. Сегодня в Дубне отличная ясная теплая погода. Но мы совершенно не готовы для купания, хотя мы видим, что на той стороне реки Волги люди купаются. Водичка я пощупал, кстати. Очень даже теплая. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся на аллее памяти. Позади меня установлена ротонда в честь погибших воинов-интернационалистов. Все это располагается на набережной реки Волги. А в начале аллеи стоит памятный камень. Рядом с ДК «Мир» установлен памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Оказывается, в 60-е и 70-е годы 20 века он здесь выступал. Вдоль аллеи, ведущей к ДК «Мир», установлено несколько мозаичных портретов работ на дележе. Это русско-французская художница-живописец. Их изготовили 65 штук к ее персональной выставке в 1972 году. 60 из них были подарены СССР, а 20 привезены сюда, в Дубну. И сейчас они установлены здесь. Субтитры делал DimaTorzok Памятник Михаилу Григорьевичу Мещерякову, основателю и первому директору научного центра в Дубне. Подошли к набережной Менделеева. Ветерок подул, солнышко спряталось. Но люди продолжают купаться. Ничего так. Рядом с набережной Менделеева установлено несколько вот таких вот детских площадок на космическую тему. Тут и планеты. И даже ракета есть для полета на Марс. В парке около набережной ведутся ремонтные работы. Я думаю, в скорейшем будущем здесь будет все намного красивее, чем сейчас. В Дубне атмосфера пляжного отдыха. Плюс 30. Отдыхающие в купальниках ходят по городу. Вернее, по набережной. Гостиница Дубна. В таком советском стиле. Прям так и думаешь, что сейчас тебя пригласят на обед. Ты съешь макарошки с подливкой, сосиской. Зайдешь в номер душный с вентилятором. И уснешь. В ожидании прохладного вечера. Памятник выдающемуся советскому физику, ученому, Флёрову Георгию Николаевичу. Знаменито открытием в области спонтанного деления ядер урана. В его честь назван 114 элемент в периодической системе таблицы Менделеева. Леровий. Свернули с улицы Флёрова, а тут прям дачный микрорайон. Аккуратные домики, аккуратные заборчики. КОНЕЦ В Дубне находится Объединенный институт ядерных исследований. Основные направления исследования данного института – ядерная физика, физик элементарных частиц и исследование конденсированного состояния веществ. Из 18 элементов, которые были открыты с момента основания ОИАИ, 10 были обнаружены в этом институте. В городе физиков много памятников и помимо УЖЕ УВИДЕННО – Михаила Мещерякова и Георгию Флёрову – есть памятники Николаю Боголюбову, Илье Франку и вот такой интересный памятник с велосипедом – Бруно Пантегорво и Венедикту Джилепову. На перроне, где стоят поезда, находится таблица периодической системы Менделеева. Так вы знали, что в честь Дубны назван 105-й элемент Дубней? Вот он! На левом берегу реки Дубны располагается архитектургический памятник. Ратминское поселение или городище Дубна. Именно с этого места в 1134 году началась история города Дубны. Подошли к самому-к самому краю реки Дубна. Какой вид! Прекрасная природа! В Дубне намного больше установленных памятников самолета, чем даже внукограде Жуковского. Вот очередной МиГ-25. Ну и что еще хочется сказать про город Дубну? Какие здесь хорошие дороги! Действительно, после Рыбинска отдыхаешь, когда ездишь по городу. Все сделано для людей. И пешеходные переходы, и удобные съезды, и круги. Хотя я их не очень люблю, но здесь они просто удобные. В Рыбинске, как я говорил в выпуске, базируется предприятие ОДК «Сатурн». А в Дубне – ГОСМКБ «Радуга». Тоже одно из крупнейших предприятий. Около ДК «Октябрь» нашли еще несколько мозаик. На них представлены выдающиеся советские космонавты. «Гагарин», «Комаров», «Добровольский» и «Волков». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Напротив вокзала, в станции «Большая Волга», установлен узкоколейный паровоз в 2001 году. Музыка 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 Вот только недавно мы видели ГЭС в городе Рыбинске. Вот перед вами и Ваньковская ГЭС. Музыка 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 Перед вами памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это второй по высоте памятник Ленину в мире. Составляет он 37 метров вместе с постаментом. В свое время на противоположном берегу канала Москвы был установлен памятник Сталину, но в 1961 году его взорвали. Сейчас мы поплывем на пароме. Я думаю, очумелый вид. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще один выходной и еще один выпуск подходит к концу. Мы нагулялись счастливые и довольные. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нам очень приятно, что вы с нами.